литералы true и false смотрите по умолчанию их можно представить с помощью еще одна функция есть такая функция bull она альтернативно является альтернативной памяти мы с вами проходили на первом занятии получается функция стерна давала строку она позволила преобразовать число строку функция позволяла преобразовать что угодно в число ну и функция также там флот мы вроде варцами не видели да но это тоже такой такая функция альтернативная которая позволяет преобразовать дробное число вот и одна из них соответственно эта функция был который преобразует что-то в булевый тип пока знать попробуем преобразовать например пустую строку я поставил просто остальные кавочки между ними ничего не стоит запустим у нас получилось fals то есть принципе есть только несколько значений во всем питание которые могут вернуть нам false при преобразовании к папе омутику поскольку болевый тип они немного особенной ногу либо эти переменных они могут преобразовываемся мы можем любое значение преобразовать голевый тип и наоборот бульда типа мы можем получить что-то другое например пойти закатка мишка тоже варианты cognizky гранся и попробуем образовать что-то, ну, какое-то булевое значение к, например, целочисленному. True плюс 2. Как вы думаете, что получится? Может быть, true. Ширпко. Ну, не совсем. То есть, смотрите, когда мы используем булевое значение с операцией с другим значением, это может быть, в данном случае, число, то, наоборот, именно булевое значение приводится к типу числовому. Но, таким образом, происходит неявная смена типов, ну, неявная типизация. Мы с вами, в принципе, с ней уже виделись в прошлом занятии, когда мы знакомились с оператором деления, да, помните, у нас получилось, что мы делили, например, 4 на 2, но выводилось 2.0. Почему? Потому что у нас при делении целого на целое, ну, в принципе, оператор, вот этот оператор деления с остатком, он всегда возвращает, его возвращаемое значение всегда имеет тип float. В нашем случае здесь то же самое. То есть, когда мы работаем с, пытаемся соединить какие-то, провести какие-то операции вне зависимости от порядка с булевым, булевым значением и числовым, у нас всегда результатом будет именно числовое значение. То же самое будет, если мы попытаемся сложить false, ну, смотрите, соответственно, что будет с false? False, поскольку, ну, я думаю, вы знаете, что в программировании true и false интерпретируется как 1.0. В принципе, это очень похоже на физику и логику работы транзисторов в компьютере и, в общем-то, и машинного кода, да, двоичный код, единички, нули. Соответственно, тут у нас и работает та же самая схема, что false это 0, ну, при преобразовании true это, наоборот, единица. Итак, что же касается наших игр с буллом. Смотрите, да, то есть в село питание есть разные варианты того, что можно привести к булевым значениям и давайте разберем те, которые вернут нам именно false, потому что их немножко отсоставляют вернуть на контроль, чтобы мы сразу знали, скажем так, врага в лицо. Итак, что еще мы можем передать в булл, чтобы получить false? Самый простой вариант, это, конечно же, false. Помимо того, чтобы передавать что-то другое, можно передать литерал буллевый литерал и получить его же на выходе. То есть это, ну, ничего не делать, ничего не меняет. Далее, если мы хотим получить еще раз, есть такое значение, как нам. С ним знакомьтесь ли вы с похожим значением, что вы открете? Undefined. Можно и так сказать, да, то есть это альтернатива, undefined, и в нашем случае ну, вообще есть еще, есть еще другие варианты, но нам, в общем-то, это немножко другое, это буквально значение, которое мы хотим использовать в тех случаях, когда нам не нужно никакое значение. Например, мы хотим какую-то переменную объявить, и мы хотим использовать ее в нескольких нижних блоках, но мы изначально не хотим ей давать никакого значения. Мы хотим передать ей значение только потом из каких-то блоков. Ну, в каждом блоке свои разные. Таким образом, можно изначально создать значение UNAD, на будущем уже изменить. И, в принципе, есть даже несколько ситуаций, когда она использовать необходимо в случае, если вы хотите иметь какой-то конкретный код. Соответственно, тут у нас даже есть большая справка про NUN, да, что это у нас какое-то значение, и оно, кстати, имеет, давайте посмотрим, что оно у нас имеет, print type от NUN, у него есть свой тип, это NUN type, класс NUN type. Вы помните, да, когда вы выводили тип значений, ну, тип каких-то литералов, например, число, это у нас класс int, строка класс str, дробное число класс fold, ну и, соответственно, type от NUN, это класс NUN type. И, кстати, то же самое будет, да, если мы видим true, у нас будет класс print type класс 2, да, потому что, разумеется, это булевое значение, и всегда, вот, когда мы пытаемся обратиться к типу данных, он, ну, в принципе, имя класса типа данных, оно совпадает с именем функции, к которой мы хотим его, ну, вернее, есть имя той функции, которая преобразует какое-то значение к этому классу. Итак, с этим разобрались. Теперь, что касается нам, это, собственно, шторит вариант, что может, как нужно получить false, и четвертый вариант, это использование числового значения. То есть мы с вами, изначально, да, когда запускали и пробовали преобразовать булевое значение числа, но мы как раз использовали операцию сложения, там, true плюс 2, получали тройку. Здесь то же самое, если мы передадим 0 булевому значению, у нас будет false. Вот, то есть, в нашем случае это четыре самых простых способа получить false, при этом используем инструменты Python, если мы хотим, соответственно, преобразовать что-то в булевое значение. Итак, например, мы хотим преобразовать какое-нибудь число. Скажем, булл от единицы. Ну, разумеется, пол единицы, догадываемся, что это даст нам, true. Тоже самое будет, если мы пытаемся сделать булл от 15, будет тоже самое true. Даже если мы пытаемся сделать от 35-го числа, булл от 15, все равно будет true. То есть, булл буквально считывает, есть ли какое-то значение. Если какое-то значение есть, какая-то величина, что-то, что нужно хранить, он преобразует это значение в трок. Всегда. Такой же вариант будет со строками. Если мы напишем булл, от пустой строки и поставили в ней пробел, просто пробел, это все еще символ, у него все еще есть свой код, и он тоже представляется как какое-то значение, которое имеет под собой смысл, поэтому он представляет его в виде true. Соответственно, опять же, по аналогии с верхним вариантом при получении false, также можно, конечно, написать булл от true, но, в принципе, как и с буллл от false, это значение особо не имеет, не имеет особо смысла. Что же касается всех остальных вариантов, мы с ним пока что еще не проходили множество значений, вернее, множество словарей и списки и так далее, но на будущее я вам скажу, что пустой список, вот еще вот к этим вариантам получить false, также можно еще использовать, добавить варианты с пустым списком, пустым множеством и так далее. То есть, любой пустой контейнер тоже будет выдавать нам false, если мы передвинем его в буллл, потому что в нем не хранится ничего, по умолчанию. И наоборот, да, то есть, если хоть что-то хранится, даже если это пустой пробел, это тоже у нас какое-то значение, и мы можем получить с ним утро. Так же, как и с целыми числами, работают и дробные числа, тут с этим никаких фокусов нет. Ну и с этим, наверное, все, с полом мы разобрались. Давайте я немного здесь так сделаю. И, кстати, сделаю небольшой комментарий. Так, хорошо. Скажите, пожалуйста, видите, какие-то вопросы на данном этапе. Хорошо. то есть, вот то значение нам, которое мы указывали, это похоже на значение 0. Все верно. 1 slash 0. Это умеете в виду. А, если попробовать привести булл к вот этому, тут у нас никаких сюрпризов не будет, он просто не даст это сделать, потому что он попытается посчитать выражение, не сможет его дать ошибку. Нет, при обозначении бесконечности в Python не используется inf. Ключевое слово. Интересно. Я ему не хочу показывать. Ну ладно. То есть, мы не можем разделить единицу на 0, это у нас всегда вот эта ошибка. Опять же, это ошибка. Даже прям конкретно. Zero Division Error. Движем по zero.